Здравствуйте друзья, с вами Феликс. И сегодня я снимаю ролик по сайту MyPayingGuts, поскольку у одного из моих зрителей возникло пару вопросов. Я подумал, что возможно это будет интересно и остальным, поэтому решил не лично ему ответить, а вот снять ролик по этим двум вопросам. Итак, первый вопрос касался того, что домен у этого сайта MyPayingGuts истекает в следующем году, в начале года, в феврале. Итак, если вот в скам-адвизоре проверить адрес, что мы и делаем вместе с вами, мы увидим, что срок действия заканчивается до... именно так оно и есть. Вот по дням, если рассчитать, так и выходит. Но здесь внизу есть вот пояснительные вкладочки. Вот кликом вот на эту кнопку, открывается вот такая вот строчка, по которой можно проверить последнее обновление информации по вот именно регистранту по домену. Вот переходим сюда, на этот сайт, который более конкретно уже объясняет именно все эти вопросы. Не то, что конкретно, а более точно, да, вот так скажем. Сейчас, пока он подгрузится, вот этот сайт. Придется подождать немножко. Ну и... вот он сейчас откроется. Вот MyPayingGuts. Lookup. И мы видим, что зритель совершенно прав. Был зарегистрирован именно на год домен, но он продлен до февраля 25 года. Так что, ну, аппетит, скажем так, планы у создателя сайта довольно-таки далеко простирается. Вот до 25 года. А это вот сейчас, это другой чекер доменный. Вот через него давайте тоже с вами посмотрим. И вот, пожалуйста, вот в этой строке, вот она. Тоже говорится о том, что домен продлен, вот, вот, что он продлен точнее до 25 года. Это когда он зарегистрирован, а вот это вот продлен до 25 года. Так что, зритель совершенно прав, потому что, ну, возможно, он сначала посмотрел, увидел вот именно вот эту информацию, ну, которую в самом начале я вам показывал. Домен был на год зарегистрирован, однако он продлен. Это по сроку регистрации домена. Второй вопрос касался, можно ли купить сразу пакеты по 50 долларов. Нет, нельзя. Надо продвигаться по группам по очереди. Это написано вот на самой главной странице на вкладке ОМ. Вот здесь вот эта информация, что здесь это распределено вот так. Максимум в каждой группе пакетов можно иметь 200, максимум. И для перехода в следующую пакетную группу, в пакетный план, надо как минимум иметь 100 пакетов в предыдущей группе. Думаю, правильно все вам объясню. Значит, если вы хотите купить следующую группу, то вам необходимо иметь 100 пакетов в предыдущей, как минимум. То есть, грубо говоря, если вы хотите покупать пакет по 50 долларов, вам надо в каждой из этих вот групп иметь по 100 пакетов. Только в этом случае вы можете купить пакет стоимостью в 50 долларов. Вот, пожалуй, и все. Уточнения небольшие, но очень важные, существенные. Спасибо зрителю за вопрос. Думаю, ролик будет полезен не только ему, но и остальным моим зрителям. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok